Вот и закачалась контактная сеть. Хоть она вся и на скрутках, но точно подает сигнал о приближающемся трамвае на кольцо девятки в заводском. Ожидания тщетны, опытные пользователи знают. Наверху-то цифра 9, а внизу 8. Вот вагоновожатые выносят огромную железку и маршрут перестроен. Девятка же здесь редкий гость и пользуется дурной славой. Сейчас одна ходит. То есть так вот редко? Так редко, да. Вот стоим, стоим. Мы не можем пешком ходить. Молодые идут, в общем, пешком. По данным мэрии, сейчас на маршруте трамвая номер 9 курсирует 8 вагонов. Это модели производства Усть-Катавского завода имени Кирова и недавно привезенные Татры. Вот вам, да, полчаса и больше подождали. Еле-еле пришло. Я говорю, вот билет каждый год. Говорят, ой, трамваев не хватает, ой, трамваев. Вот я 73 года мне, и никак трамвай ни один новый не пустит. От билет все дорожает и дорожает, а трамваев все меньше и меньше. Видимо, не все постоянные пользователи трамвайного сервиса в курсе, что скоро он выйдет на новый уровень. С апреля реконструкция девятки. Предстоящей реализации проекта скоростного трамвая в Саратове посвящено и это расширенное заседание областной общественной палаты. Обсуждается и девятка. Из уст выступающих чаще всего звучит лишь оценка значимости задумки. Но не звучат детали реализации. Известно одно. Девятка закроется с апреля и реконструироваться будет не сразу. То есть, когда мы проектировали весь проект, мы старались разбить его на этапы, которые под собой подразумевали ограничение движения не сразу всего всех маршрутов, а по очередности. Тем самым исключить те неудобства, которые так или иначе будут возникать у наших горожан. В частности, девятый маршрут мы разбили на три этапа, чтобы исключить закрытие десятого маршрута, который идет совместно с девятым. И больше никакой конкретики, как ранее сообщала городская администрация, что на время реконструкции девятки будет открыт новый автобусный маршрут под номером 19. Он проследует от первого проседного проезда до центра Саратова, Мирного переулка. При этом в ответе на запрос от нашей редакции эта мера не упоминается, а приводится список увеличения подвижного состава на десяти уже существующих автобусных маршрутах. Подобное предложение вызвало недоумение и у общественников. Вопрос направлен и в адрес ГИБДД. Как они оценивают возможности отпускной наших травмных коктейлей после того, когда значительно увеличится автобусный сообщение. Вопрос здесь, давайте сначала дождемся, когда будет начало, уже будет понятно. В любом случае, это будет разработано. И с учетом того, где будут возникать застройки ситуации, как и было, в летний период, так же будет в летний период, будет разработан специально дополнительный маршрут, куда будут подвигаться экипажи и уже в непосредственно в ручном подвижении прогонять наступные средства. Но пока, то есть, как бы вы не будете сказать, это будет очень сложно. По предварительным подсчетам по пассажиропотоку, который сейчас есть и тем, что мы, соответственно, дополнительно вводим, у нас 15% по тройке шестерки, дополнительно увеличится именно за счет автобусного транспорта и 18-7% по девятке и восьмой. По официальным данным, среднесуточный пассажиропоток в будни на девятом маршруте составляет 4000 человек. Автобусное сообщение будет увеличено и в основном за счет автобусов малой вместимости. Люди на остановках уже предвосхищают большие трудности. У меня проездной куплен, это самая какая-то женщина, а маршруты, как правило, они берут наличные деньги. То есть для них вот эти столучки, вот эти все, видите, как они на них и действуют. А если там будет это действовать, но при этом это будет подшрубное, вам не критично? Нет, это не критично, но лучше обычный рейсовый автобус, большой такой. Конечно, так было бы лучше. Тут одно время ходить. Удобнее? Конечно, удобнее. Большой автобус, сели спокойно. Сейчас местами трамвайные рельсы собраны буквально из кусочков. Если смотреть на протяженных участках, то они имеют волнообразную форму, а вагоны можно сравнить с лодками, прыгающими по волнам. На том же девятом маршруте множество пересечений с автомобильными дорогами. Как говорят общественники, несколько лет назад на этом направлении уже был коллапс. Честно говоря, я очень с большим вносом представляю, как это у нас будет по дороге выходить. Потому что, когда у нас там делали дорогу и вели коммуникации, я поняла, какой был коллапс. Натуральный. У нас есть же там Миллеровская, когда мы сделали Южная, которая тоже использовалась в тот момент, как въездной курс, когда был в Томске до сих пор. Закрытие девятки сулит проблемами и для студентов технического университета, и клиники Миротворцева. На трамвае добраться сюда проще всего. С 1981 по 2004 годы к политеху от вокзала ходил троллейбус 13 маршрута. Однажды он приходил на помощь, когда временно закрывали 9 и 10 трамвайные маршруты. И все же троллейбус 13 маршрута ненадолго воскресал. Был это с конца лета до осени 2006 года. С тех пор больше его никто и никогда не видел. В ответе мэрии высказана позиция, и на этот счет восстанавливать его как альтернативный также не будут. Закрытие восьмерки и девятки ожидается уже через несколько недель. Поэтому в скором времени саратовцам предстоит отвыкнуть от знакомого звука.